Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас зачитаю историю от Анонима. Если вам нравятся такие видео, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Приступаем к разбору. И эта история тоже для примера. Конкретного там вопроса не задана. Девушка просто хотела бы послушать со стороны какого-то анализа мнения вообще по этой истории, что произошло. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галя! Я люблю ваш канал, уже достаточно долго вас смотрю. И даже писала вам когда-то про жертвенного турко-артишника. Но сейчас не о нем. Хочу поделиться историей. Может кто-то даже сталкивался с таким, как я. Я девушка, мне 27 лет. Парня или мужа у меня сейчас нет. Но я была замужем в 6 лет. И я очень рано вышла замуж по глупости и большой любви. Любовь и страсть у нас быстро прошли, но уважение к моему бывшему мужу у меня осталось. Я была замужем за украинцем, я тоже украинка. С парьям у меня не очень получается. В основном мне никто не нравится. А если нравится, то или я им не нравлюсь, или у нас что-то не клеится. Я честно скажу, у меня есть страх перед успешными, красивыми мужчинами. Есть ощущение, что я недостойна, недостаточно умна, недостаточно хороша. Поэтому я выбираю, как правило, средничков, с которыми у меня все равно не клеится. Мужчины, которые за мной ухаживали, по большому счету, хотели меня просто подчинить, контролировать, затащить скорее в постель. Но я не ведусь на такие вещи больше. Сейчас, если я хочу интима какого-то, то меня никак не заставить. Я не открываюсь мужчинам легко из-за страха пораниться. Некоторых парней я сама мучила по несколько месяцев. Ну, как мучила, просто их не хотела. Но проводила с ними время от скуки, например. Меня даже раздражали намеки о сексе. И эта тема, я подумала, что вообще мне, в принципе, секс и не нужен. Но тут я заметила молодого парня, который работает в магазине возле нашего дома. Я сейчас живу в Чехии. У нас есть магазинчик, который работает с утра и иногда до позднего вечера. Они называются вечерками. Вечерками или вечерками. Держат эти магазины только вьетнамцы. Это вьетнамский бизнес здесь. Я переехала на эту квартиру буквально два месяца назад. И вот этот парень, которого я заметила, он работает в магазине родителей. Там есть еще один парень, видимо, его брат. И его мать тоже там работает. Просто меняются сменами. Парню на вид, ну, максимум 20 лет. Молодой вьетнамец, хорошо сложенный, взбитый, короткая стрижка. Красивая улыбка. Одетый всегда с футболочку, оверсайз и шорты. Я заметила, когда я захожу в магазин, он мне улыбается. Я улыбаюсь ему в ответ и опускаю стесненно глаза. Может, он всем так улыбается, но все-таки смотрит на меня, конечно. Но что-то от него чувствуется. И у меня после этих наших переглядок и улыбок просто разыгралась фантазия. Я нахожу его дико сексуальным, привлекательным. Для меня вообще нетипично такое поведение. Чтобы я кого-то хотела, да еще так сильно, еще так просто и незнакомец он какой-то. Я даже не знаю его имени, если что. Не сказать, что я ведусь на красавчиков. Наоборот, просто я вижу, что мужчина красивый. Если он самодостаточный, мачо-мачо, меня это только оттолкнет. Но я питаюсь слабость к иностранцам, особенно к азиатам или чернокожим, красивым парням, большим парням. Я смотрю на них с восхищением. У меня только один раз был иностранец, это был турок. Но у нас не получилось построить здоровые отношения, мы расстались. Но турка я любила. Это не было так, как с этим вьетнамцем. Это не было только про секс или что-то такое с этой стороны. Так вот, ближе к делу. Стоит ли развивать эту историю с этим парнем? Может ли ему как-то намекнуть, написать ему записку или купить ему что-то вкусненькое? Тогда, может, он поймет, что он мне нравится. Или просто тупо пригласить его к себе, смайлики там, короче. Ведь живу я в этом же доме, в магазинчик внизу. Хотя для меня это тоже страшно, странно, я таких вещей еще не практиковала. Или не терять гордость, не заниматься фигней, не позориться и не совращать молодых парней. Может, не так прекрасен секс, как грезы о нем. Может, мне это все показалось, его улыбки ничего не значат. Но хочу сказать, что я очень много о нем думаю, он очень привлекателен для меня. Буду рада услышать ваше мнение о моей истории. И, возможно, кто-то из зрительниц увидит себя в этой ситуации и сможет что-то подсказать мне. Спасибо огромное вам, Галя, за прочтение, за уделенное время. Смотрите, что в этой ситуации делать, как себя вести, решаете только вы. Я в вашем запросе просто четко вижу. Закоренелые установки про стыд. Что так нельзя, вот это, что мы перечисляли, надо не страдать ерундой, быть гордой, такой-секой. В общем, какой я должна быть. И, с другой стороны, есть мои желания, которые у меня есть. Вот эта история про мужчин, вы четко даете понятие, пишете, что у меня низкая самооценка, точнее, она неустойчивая. И красивые, классные мужики, я их недостойна. Или рядом с ними я могу чувствовать себя неуверенно, некомфортно. Ну, как бы они мне, назовем так, мешают в пространстве рядышком. В общем, не дискомфорт. Я их даже не выбираю, они меня даже пугают, отпугивают и так далее. Я выбираю среднячок, как вы сказали, и с которым мне все равно не клеится. Вы выбираете безопасных мужчин, с которыми или рядом с которыми мои вопросы самооценки не будут всплывать. С которыми я чувствую себя комфортно и чувствую себя достойно. То есть, здесь вопросы вообще, проблема вас и вашей самооценки. Вы внутри себя принять и полюбить, и смириться с собой не можете. А как результат процессы, которые с вами происходят с другими людьми, это отражается в этом. Вы считаете, у вас вопросы самооценки, я недостойна. Тут другой вопрос, откуда у вас эта самооценка. Очень много якорей из прошлого у нас, установок. Возможно, вас занижали, сравнивали и рушили вашу самооценку в вашей семье, родители. Или люди, которые воспитанием вашим занимались, такое чаще всего встречается. В общем, у вас почему-то самооценка не очень. И вы считаете себя, назовем так, где-то кого-то недостойным. И поэтому симпатичные, ухоженные красавчики вас пугают. Вы выбираете безопасный среднячок, с которым не клеится. Знаете, почему не клеится? Это потому что вы выбираете не по любви или по желанию, по симпатии, а по безопасности. Нет вашего желания, не нравится он вам, этот мужик, который средненького вы выбрали. Вот в чем дело. А сейчас вот этим чуваком, которого вы видите периодически, вьетнамцем, у вас появилось ваше желание. В прямом смысле желание. Он вам симпатичен, приятен. И отчасти он младший, он такой, он иностранец, он безопасный. И вы, по сути, спрашиваете разрешение у меня даже в письме. А что мне делать? Разрешите мне флиртовать? Это же некрасиво, тут у вас вылазят. И вот эти манипуляции, которые были когда-то с чувством стыда, какая-то типа совесть. И тут же ваше желание, которое вы наконец-то услышали и хотите его как-то реализовать. И самооценка вроде тут все в порядке. В общем, у вас дилемма такая. Сказать, что мне делать? Счастливый человек поступает по своим желаниям. Это раз. То есть вы выводы. Я не говорю, что вам делать. Вы делаете выводы из моих слов, что вам делать. Первое правило счастливого человека – это поступать так, как я хочу, а не как надо, безопасно, не страшно или там с протекцией какой-то, со стран защиты. Как хочу. Второе. Если я делаю такой выбор по действиям и по своему желанию, у меня есть главное условие. Я себя за это не виню, не стыжу, не корю и не ругаю. Беру, делаю. Третье. Если я на это решилась, я не жду никакого продолжения отношений, влюбления и всего прочего. Скорее всего, это все пойдет. Знаете, почему? Если даже вам человек скажет, что это все несерьезно, но пару раз встречи, просто приятно вы проводите время, у вас это автоматические чувства пойдет, потому что вы наконец-то встретились со своим желанием, его реализовали. И сейчас, скорее всего, вам покажется, этот парень безопасным. Он вас закроет максимально ваш запрос ко мужчине. С кем у вас получится, с кем у вас будет любовь и нормальные отношения, это когда для вас мужчина будет и безопасным, и по вашему желанию. Пока что до сих пор вы встречали не по своему желанию, поэтому у вас с ним ничего не клеилось или не очень там и так далее. Все эти проблемы какие были в отношениях. Не совпадало ваш запрос и ваши желания не совпадали. Когда попадется человек про безопасность и про желание, к нему появится вот это чувство, это любовь будет для вас, в вашем понимании. И у вас, скорее всего, начнется невротическое, да, не можем быть вместе, разница в возрасте, мне 27-28, ему 20, это вся история. Ты еще иностранец, не знаю, не говорит на другом языке и всякое такое, в общем. Поводов заморочиться будет очень много. Это что? Страх отношений. Все равно страх. Я нахожу трудного для себя мужика, с которым не получится. Что я могу вообще сказать путь решения в таких ситуациях? Надо со своей самооценкой работать. Здесь весь корень в себе, в моей самооценке. Не надо ее укреплять, повышать, стабилизировать, быть уверенной в себе, принимать решения, не бояться принять решения, рисковать как можно больше. Я вам рекомендую в вашей жизни за все, за любую авантюру вообще. И на практике смотреть и убеждаться, что если я рискнула, трагедии не произошло, никто не умер, никто не исчез. Я плохой, блудницей, отвратительной, ужасной, там еще какой-то, не стала и так далее. То есть делайте по велению вашего сердца. Вы когда себе вообще будете набивать шишки, мне интересно? Вы все живете, ваша самооценка вас заставляет жить в безопасности, в зоне комфорта. Вы с нее максимально не выходите. Сейчас у вас появилось желание, и вы спрашиваете уже, даже разрешите, а мне что делать? Подскажите, даже спрашиваете, девчонки, кто был в такой ситуации? Дайте советик, направьте. А на самом деле, снимите с меня ответственность. Снимите ее сами себя. Позвольте делать то, что вы хотите. При этом не задумывайтесь о результате, последствиях. Какая вам разница, кто у вас что думает, скажет, гордая вы, не гордая, блудница или еще какая-то. Вы никому это не рассказываете? Никто вам оценку давать тогда не будет. Только ваш внутренний критик, ваша самооценка. Вы боитесь несоответствовать своему внутреннему цензу, что я сама себе подумаю, что я сама себя скажу, что как я сама себя покритикую. Когда вам всем тематически занижали самооценку, критиковали, вы научились автоматически про это действие прокручивать, делать то же самое. Вот в чем проблема вашей самооценки. Вам надо перестать себя критиковать. Любить надо себя. Принимать такой, какая вы есть. Перестать себя критиковать, унижать и разрушать свою самооценку. Можете приобрести доступ в телеграм-канале закрытом. Здоровое, у меня есть про здоровые отношения. А есть еще у меня лектория, был записанное 4 видео эфира на тему формула счастливого человека. Там есть про личные границы, про самооценочку. Про вот это вот все вам бы было полезно. Начните с самооценки. Вот весь корень проблемы – это самооценка. Что касаемо, резюмируем ситуации, делайте, как вам хочется. В вашей ситуации вам надо выходить из зоны комфорта, рисковать и жить по своему желанию. Это первые ваши шажки к счастью и вообще к анализу себя, к какому-то развитию. Будете сидеть в зоне безопасной, в домике, в протекции, но типа себя зато поедом не поедать, не ругать себя, не критиковать, не винить, то как бы это, конечно, комфортно, безопасно. Но счастье и развитие вам как личности не принесет. Это утопия. И в этой утопии живет больше половины населения нашей планеты Земля. Люди боятся рисковать, живут не с теми, кого любят, не так, как хотят, не по своим желаниям, себя сами ограничивают, сами рисуют себе рамки, в эти рамки себя загоняют и сидят, завидуют тем, у кого что хорошо, кто живет по своим желаниям. Вот все. Не будьте таким человеком. У каждого жизнь в его руках, и от тебя все зависит. Как ни крути. Да, у нас разные стартовые условия, социальные, бытовые, общественные могут быть. Но по факту, когда мы выходим из родительской семьи, мы сами хозяева в своей жизни. Поэтому тот, кто рискует, добивается успеха. Надо просто побольше рисковать, не бояться и брать на себя ответственность за свою жизнь. Вот все, весь риск. Поверьте, все, кто успешные, счастливые люди, у них очень много было попыток, и они могли увенчаться неуспехом. То есть они шишек тоже нормально собрали. Это не так, что раз рискнул, и ты решаешь, что у тебя вся жизнь изменилась. Нет. Опыт важен. Опыт, к которому ты приходишь с этими рисками. На опыте нарабатываем, делаем правильные выводы и двигаемся дальше. Вот такой комментарий я дам по этому письму. Пишите вы, ваши комментарии, что скажете, что подскажете человеку. Были ли вы в подобной ситуации, как девушке поступить, раз она ждет какого-то совета, какого-то участия в ее жизни, ей это поможет. Присылайте ваши истории подобные, если хотите, анонимного такого разбора на канале, инфобоксе, ссылка на мою почту. Если вы хотите индивидуальные консультации, то тема письма, консультации, вам вышли условия, анонимно, скажем так, индивидуально. И если вам нужен доступ к лекторию здоровых отношений или к формуле здорового человека, счастливого человека, то вам тоже написать на почту. Спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Всем пока.